Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next.TV, на волнах радиостанции Next.FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media. Выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем актуальным, злободневным, волнующим и интересующим наше общество темам. Сегодня мы крайне признательны, что нашла время для нас выдающийся юрист, общественный деятель, руководительница правовой клиники Аделет Челпон Эдиномна Джакупова. Челпон Эдиномна, рад вас приветствовать. Спасибо, что сегодня с нами. Здравствуйте, спасибо за теплые, восторженные слова. Ну, я всегда противница этого, особенно если это в начале, потому что... Хорошо, тогда давайте от дифирамбов перейдем уже непосредственно к темам, которые хочется с вами обсудить. Новоиспеченный омбудсмен, наверное, с феминитивом потребим омбудсменка Джамиля Джиманбаева, сегодня на заседании Джугу Кукинеша, заявила о том, что в Кыргызстане нет политзаключенных и нет давления на СМИ. Челпон Эдиномна, я вас попрошу, во-первых, прокомментировать назначение госпожи Джиманбаевой на эту должность, на этот пост. Все-таки у человека бэкграунд 23 года работы в прокуратуре. Как этот бэкграунд может повлиять на, скажем так, исполнение своих обязанностей на посту омбудсмена? И как вы считаете, действительно ли в нашей стране нет политзаключенных и отсутствует давление на СМИ? Ну, очевидно, начну я, наверное... Назначение, оно связано с отставкой, да? Вот я, очевидно, начну с отставки. Я глубоко убеждена в том, что отставка предыдущего омбудсмена, да, она была проведена с грубым нарушением законодательства, в частности, с принципом независимости этого института. Речь в данном случае не идет о персонале, об Абдрахматовой, там, или еще о ком-то, а о том, что вообще парламент не совсем четко понимает, в чем заключается, как бы, основное предназначение института омбудсмена, и почему так необходима очень высокая степень защищенности омбудсмена, в том числе и против неправомерной отставки и, как бы, несвоевременной отставки. Институт омбудсмена, это должен быть независимый орган парламентского контроля. И она напрямую связана со статусом парламента как независимого органа государственной власти, потому что предназначение парламента заключается, основное предназначение парламента заключается в том, что они должны, как законодатели, отстаивать интересы граждан против стремлений органов исполнительной власти, у которых реально, реальная власть сосредоточена в органах исполнительной власти. Они распоряжаются бюджетом, да, и, следовательно, фактически у них основная власть находится у них. Поэтому институт парламента, он, его предназначение как раз-таки заключается в том, чтобы органы исполнительной власти этой самой властью не злоупотребляли. Поэтому их и избирает народ. Поэтому народ соглашается на то, чтобы у них была неприкосновенность достаточно высокая у парламентариев и так далее. Это исходит из предназначения самого института. А поскольку институт омбудсмэнта – это орган парламентского контроля над ситуацией по обеспечению и защите прав человека, то независимость института омбудсмэнта должна быть не меньшей, чем независимость парламентария. Включая не сменяемость. Понимаете? Вот у нас парламентарии очень часто говорят, вы нас критикуете, граждане, но надо нести ответственность за свой выбор. Вы нас выбрали на 5 лет, на 6 лет. Будьте добры, вы должны терпеть 5-6 лет, и в следующий раз, если мы не исполним ваших наказов, только на следующих выборах вы можете нас переизбирать. До этого времени извольте терпеть и нести ответственность за свой выбор. Аналогичная ситуация, аналогичный принцип должен применяться в отношении омбудсмэна. Парламент сам избрал его. Причем Атыру Абдрахматову избрал, по-моему, в прошлом году только, насколько, по датам я точно не помню, но насколько я помню, только в прошлом году. Поэтому ей надо было дать возможность, значит, вот на протяжении 5 лет исполнять свои обязанности. Второе – это то, что омбудсмэн не отчитывается по ситуации с правами человека. Омбудсмэн делает доклад, обзор по ситуации с правами человека в Кыргызстане. Он не отвечает за ситуацию с правами человека. За это отвечают правоохранительные органы, судебные органы, органы исполнительной власти. Институт омбудсмэн дает свою независимую оценку, как органы исполнительной власти права человека защищают. То есть он дает доклад. Поэтому и на основе доклада нравится он, не нравится парламентариям. Они могут его обсуждать, подвергать критике, но на основании доклада они не могут его, извините меня, уволить. Или прервать его полномочия, это глупо. Я позволю здесь вставочку. Правильно ли я вас понимаю, что именно независимая позиция от Иры Абдрахматовой и именно ее, скажем так, независимый взгляд, в том числе отраженный в ее докладе, который она представила Джигурп Кенешу, в той или иной степени повлиял на то, что ее убрали? Вы знаете, я не получила сформулированного, четкого ответа, почему же ее убрали. Но априори я предполагаю, что поскольку это совпало с предоставлением ее отчета, то есть не отчета, а доклада в парламенте о ситуации с правами человека в Крымской республике, значит, эти вещи взаимосвязаны, и одно вытекает из другого. Следовательно, достаточно критичная позиция ее по ситуации с правами человека в Кыргызстане, вот, наверное, вызвала вот такое критическое отношение к ее работе. Поэтому, ну я еще раз говорю, на основе доклада омбудсман не отвечает за ситуацию с правами человека. Омбудсман докладывает парламенту о том, что вот какова ситуация с правами человека в Кыргызстане. Она сделала свой доклад, объективный, независимый, который не понравился. И, наверное, очевидно, поэтому и вновь назначаемый омбудсман. Я смотрю, где Манбаева подстраховала... Поэтому, исходя из того, за что убрали Атыра Драхматова, она говорит, что ситуация с правами человека с соблюдением законности в Кыргызской республике все хорошо, проблем, ну, все в ажуре. Челпа Владимировна, а у вас какое мнение на этот счет? Потому что, ну вот, на самом деле, когда говорят о том, что в Кыргызстане отсутствуют политзаключенные, сразу мы вспоминаем о Рите Карасартовой, которая уже больше двухсот дней находится, да, по так называемому кемперопадскому делу, политика Равшана Джеймбекова и ряд других активистов, политиков, общественных деятелей, которые, ну, прямо скажем, довольно неясна с ними ситуация, и даже с правовой точки зрения, я помню, когда мы обсуждали с профессиональными юристами, ну, скажем, там есть белые пятна, да, иначе говоря, там есть не только белые пятна, но и белые нитки в этом деле. Это что касается политзаключенных. А если мы говорим о давлении на СМИ, ну, мы можем вспомнить и ситуацию со затыком, который по, ну, тоже, да, по, понятное дело, по указке сверху, наверное, сейчас лишили возможности вещать. Мы вспомним о Кактус-медиа, мы вспомним о нападках на Клоп, Кейджи, о том, что генеральный директор нашего телеканала тоже был... Ну, знаете, чтобы перейти, чтобы законить, что... Ну, поскольку во многих этих делах мы участвуем как адвокаты, поэтому я знаю, в общем-то, все эти дела. Но чтобы перейти ко второму вашему вопросу, я думаю, что я должна в полной мере ответить на первый вопрос. У меня нету никаких предубеждений в отношении того, что назначает прокуратура, прокурорского сотрудника, у которого 23 года бэкграунд работы в прокуратуре. Потому что я знаю не менее успешный опыт. Одним из наиболее успешных, эффективных омбутманов в нашей стране был представитель вообще ГКМБ, генерал ГКМБ в прошлом. Это Токонбол Бекович Мамытов. Мы работали с ним, когда он был... Да, он был очень... Он был очень хорошим орговиком, грамотным омбутманом. Поэтому я считаю, что он был одним из лучших омбутманов. Поэтому, вы знаете, то, что человек из какой-то... Оказывается, на практике ничего не говорит. Поэтому вполне возможно госпожа Джаманбаева, она... Одно радует, что она профессиональный юрист, но я думаю, что профессиональный юрист, если бы он был до конца искренним, да, не начинал бы свою речь. Я бы, например, при назначении на такую позицию, я бы сказала, я бы ушла от ответа на вопрос, какова ситуация с правами человека, я бы сказала. Вы знаете, вот приступив, дайте мне время, я изучу ситуацию, и потом я могу сказать. Потому что профессиональный человек не может заявлять, не будучи знакомым с материалами там, по всем делам, говорить, что у нас нет политзаключенных. Практика говорит об обратном. Относительно кемпера БАДа. Мы представляем двоих людей по этому делу, поэтому с материалами дела мы знакомы. Я могу однозначно сказать, что оснований для возбуждения уголовного дела по этой статье, они отсутствуют. Поэтому само это дело, это не просто там белые нитки там и там белые пробелы, как вы это назвали, да? Нет оснований вообще для существования этого дела. Понимаете? Это дело, я не знаю, это личная месть, это политическое преследование. Я не знаю, что стоит, какова мотивация для возбуждения этого дела, но правовых оснований однозначно нет. По этой статье, во всяком случае, точно нет. Вот, поэтому там множественные процессуальные нарушения, там множественные нарушения норм материального права. Поэтому я могу однозначно и со знанием дела я могу сказать, что это дело абсолютно противозаконное. Оно противоречит как Конституции, так и нормам уголовного права и уголовно-процессуального права. Поэтому это позор для всей правоохранительной системы. Поэтому если оснований для того, чтобы говорить о том, что у нас нет политзаключенных, я думаю, что ни у вновь назначаемого омбудсмена, ни у вообще юриста, который вообще уважает свою профессию, просто не должно быть. Профессию надо уважать. Независимо от того, назначаешься ты на госслужбу. Это дело абсолютно незаконное. Относительно, что вы еще говорили по свободе слова. Да, давление на СМИ. Да, давление на СМИ. Значит, если честно, то после выхода сентябрьского распоряжения президента, где он сделал шаг навстречу, когда он увидел, как много разногласий, разночнений в обществе по поводу инициативы прошлогодней по законопроекту о СМИ, законопроекту о СМИ, он сделал свой шаг, он сказал, что он собирает согласительную такую рабочую группу, состоящую из представителей, в том числе, медиа-сообщества, медиа-экспертов, значит, юристов, представителей гражданского общества и представителей администрации президента, и делает вот эта основная работа, основное цель и полагание – это создать согласительный документ и только после этого передать парламент. Понимаете? Я считаю, и медиа-сообщество, неправительственный сектор, значит, восприняли с очень большим воодушевлением эту инициативу президента. Она была позитивно принята, и мы честно, значит, члены этой рабочей группы, честно, пять вариантов законопроекта, которых было, четыре варианта, в письменном виде мы отработали, дали свои замечания, и представители администрации президента на вчерашнем заседании сказали, поблагодарили членов рабочей группы, согласились, что была проделана колоссальная работа. Однако мы к согласию так и не пришли, и во многом, я считаю, что во многом это именно потому, что не была должным образом и качественно организована сама работа этой рабочей группы, потому что фактически вот это в сентябре было, прошлого года, указан президент, это значит, рабочая группа создана, вот, то есть, и, то есть не в сентябре, а в декабре 22-го года эта рабочая группа распоряжения была создана, и на протяжении шести месяцев, да, было отработано три варианта законопроекта, и, значит, то есть четыре, и, значит, было проведено всего три рабочих группы, заседания рабочей группы, две из которых вообще это не была работа по существу. Первая это ознакомительная, когда всех позвали, сам руководитель этой рабочей группы Укушев, Укушев, господин Укушев представился, познакомился, все, на этом первое заседание завершилось. Второе заседание, мы представили ко второму заседанию свою версию и говорили, где у нас разногласия, но постатейного обсуждения не было, и мы требовали постатейного обсуждения. И вот третье это вчера, но вчера это уже рабочая группа, она была нелегитимна, ее работа, потому что, согласно указу президента, значит, рабочая группа, ее работа была лимитирована 15 мая. Вчера, если вы помните, это было 16 мая. Поэтому члены рабочей группы мне передали, что они задавали вполне адекватные вопросы относительно, а в каком качестве вы сегодня нас собрали? Мы все еще члены рабочей группы? Рабочая группа продолжает свою работу? Ее статус продлен? Сказали «нет». Мы говорим, а тогда в каком качестве мы сегодня, что мы будем обсуждать, если наша работа уже нелегитимна? Вы отправили на сайт, на общественное обсуждение, вы отдали несогласованный с нами вариант. Он был согласован? Опять администрация президента сказала, что нет. Тогда на каком основании вы же нарушаете указ президента, положение вот этого распоряжения президента, вы нарушили, потому что там говорится о вывешивании на общественное обсуждение согласованного варианта. Вы можете сказать, что последняя, пятая версия была согласованной? Они честно говорят, нет, не была согласованной. И мы говорим, а тогда что здесь делать? А в соответствии с законодательством, значит, уже когда на общественном обсуждении, формат общественных обсуждений, это другая работа в письменном виде, и уже мы должны отправлять замечания не в качестве членов рабочей группы, а в качестве юридических и физических лиц, уже как обычные граждане. Поэтому смысла нет, и в общем... То есть, видите, сама работа, фактически, я считаю, из-за плохой организации самой работы, рабочей группы, да, распоряжение президента было дискредитировано. Да, вот честно, Челпан Диновна, вас слушаешь и понимаешь, что вот вы употребили слово абсурд, и такое ощущение, будто этого абсурда все больше, больше, больше и больше... Нет, вы знаете, Максим, я хочу вас прервать. Вчера, кроме вот этой негативной новости, была потрясающая... Две потрясающе позитивные новости. Мы просто все время уходим в негатив, но на самом деле есть и позитивные вещи. Вчера, например, было первое заседание. Комитет по транспорту и коммуникациям рассмотрел концепт закона о внесении изменений в закон о защите от недостоверной информации. Эта группа депутатов инициировала в конце прошлого года. Очень долго почему-то никак не доходило до комитета. Это тоже в нарушении процедур. Но, наконец, вчера вот состоялось первое заседание, и к величайшей радости депутаты, участники этого заседания, они поддержали этот законопроект. Поэтому это замечательная вещь, хотя было очень много нареканий. И нарекания со стороны депутатского корпуса, они тоже носили объективный характер. Мы тоже должны это признать. Что депутаты, они сказали, но с фейками же надо, фейков становится все больше, и с ними же тоже надо как-то бороться. Речь не идет о том, что государство не должно регулировать эту область правоотношений. Государство должно бороться с фейками, потому что фейки – это тоже права человека, поскольку они наносят вред репутации, деловой репутации, значит, тем людям, которые страдают от недостоверной информации. И, как правило, большей частью страдают представители публичной сферы, коими являются политики, в том числе и депутаты. Поэтому понятно, почему они… А во многом это связано с очень низкой культурой, в том числе профессиональной, к сожалению, со стороны и журналистов, и блогеров. Поэтому я считаю, что государство должно бороться с фейками. Оно обязано бороться с фейками, потому что фейки – это тоже наступление на права человека. Но государство должно бороться с помощью закона и на основе закона, который основан просто на здравом смысле. В чем проблема закона Гульшат Кадыровой? В том, что она… У нас, грубо говоря, я буду говорить так, как это в эфир для простых людей, аналогиями, и простым языком. У них, согласно этому закону, у них телега впереди лошади. То есть, грубо говоря, нарушаются такие основополагающие принципы правового государства, как равенство сторон и соразмерность наказания. Понимаете? По аналогии возьмем уголовное. Грубо говоря, я вот пришла и сказала, написала заявление, например, на Максима Политаева, обвиняя его в изнахиловании, что-то какое-то там. И правоохранительные органы не проверяя эту информацию, не ставя вас в известность, что против вас выдвинуто вот такое вот обвинение, вас просто берут и сажают, не выслушивая вас, вас просто сажают. Вот здесь то же самое. Вы понимаете? Вторую сторону, вот как это было с 24-кой, они не знали даже, что было выдвинуто обвинение в их адресе. Их просто закрыли и задним числом и уже известили по факту. Понимаете? Это же ненормально. Поэтому правового государства это невозможно. И второе, почему, предположим, например, какое-то агентство, действительно, не перепроверяющее, недостоверную информацию по какому-то делу выложило. Хорошо, но почему закрывается весь сайт или все агентство? Закрытие, изъятие должно поддержать вот именно эта новость, эта информация, которая носит вот пейковый характер, недостоверный. Понимаете? А у нас же закрывается все агентство. Это тоже по аналогии с уголовным правом. Вот если я пришла, написала на Максима Политаева по изнасилованию, а в это время оказывается, что одновременно у меня пропадает велосипед, я не переправлю, заодно я вас и в краже обвиняю. Понимаете? Но это же ненормально. Мухи отдельно, котлеты отдельно, пожалуйста. Поэтому этот закон, он вообще, ну, если честно, он лишен здравого смысла. И мы бесконечно, уже на протяжении нескольких лет, уже с момента принятия этого закона, мы все время говорили, мозги включите. Но то, что депутаты узрели и то, что они инициировали внесение изменений для того, чтобы поправить этот закон, это надо поаплодировать. Причем это надо сказать, и вы понимаете, то, что ошибки своих коллег шестого созыва на себя взяли ответственность, понимаете, исправляют депутаты седьмого созыва. Их надо за это поблагодарить и сказать большое спасибо. Вчерашнее заседание, я на нем присутствовала, на заседании комитета, оно было очень конструктивным, оно выявило очень много рисков в этой сфере, которые тоже требуют разрешения, но это требует вот такой планомерной работы обязательно со включением мозгов и со знанием вообще конституционных положений по обеспечению свободы слова, свободы выражения мнений, и чтобы оно не вступало в противочень с административным кодексом и с другим. И самое главное со здравым смыслом. Вот поэтому это позитивная новость. Вчера была вторая позитивная новость, которая, правда, не связана с этой, но связана с областью прав человека, права на комфортное существование, да, и право на здоровую экологию и так далее. Вчера наконец-то был потушен, извините меня, 10 лет горящий полигон мусорный. Это же позитивная новость. Поэтому вот эти позитивные новости мы тоже должны видеть, отмечать. Это вообще вчера вот это по, потому что наконец-то был потушен пожар, я больше всего радовалась этой новостью. Я поэтому говорю, браво, Мэри, браво, ЕБР, спасибо огромное Европейскому Банку Реконструкции и Развития, что они профинансировали работу по 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 вот этому мусорному полигону и так далее. Замечательно. Поэтому, ну это же жизнь, есть плохие вещи, есть какие-то хорошие вещи. Мы должны замечать и отдавать должное как тому, там, другому, но при этом сохраняя должный уровень культуры. Понимаете? Я очень сильно, очень сильно беспокоюсь сейчас в настоящее время. Мы, вы знаете, теряя культуру, мы теряем области для возможного сотрудничества в будущем и мы радикализируем друг друга. Поэтому надо сохранять культуру оппонирования друг другу. И это та область, в которой мы должны прилагать усилия. Понимаете? Поэтому есть хорошие вещи. Это жизнь. Жизнь не бывает только из шоколада состоять. Поэтому надо... Да, Стоп, Анна, тут с вами согласен. Мы вчера тоже в одном из эфиров на другом телеканале радовались по поводу того, что наконец-то при помощи Европейского банка реконструкции развития и, естественно, при помощи мэрии города Пешкека была потушена наконец городская свалка. Действительно, новость хорошая. Также я вот не знал, но благодарен вам за то, что просветили по поводу того, что также были приняты некие улучшающие закон о фейках поправки. Пока еще не принято. Это был одобрен только на заседании одного комитета. Первый шаг позитивный был сделан. Но будем надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает и некие позитивные, действительно улучшающие этот закон поправки будут приняты. Завершая разговор о свободе слова и о СМИ, попрошу вас также прокомментировать ситуацию с Азатыком, потому что, на мой взгляд, действительно это было СМИ, к нему по-разному можно относиться, но тем не менее это были высокие международные стандарты журналистики. На ваш взгляд, чем это закончится? Потому что, насколько я понимаю, сейчас еще есть возможность подать апелляцию, еще не принято окончательное решение о закрытии. Какие будут ваши прогнозы? Да. Вы знаете, прогнозировать в нашей стране невозможно. Вы же это понимаете? Потому что, к сожалению, сколько бы мне не говорили о том, что нет у нас политически мотивированных дел, что у нас нет политзаключенных и так далее. Но поскольку, кроме того, что мы занимаемся анализами, экспертизой законодательства, мы просто еще и серьезная адвокатская контора, в которой работают адвокаты, практикующие, которые в том числе ведут дела и по 24-ке, и по кактусу, и по затыку, и по Кимперабаду. Да, поэтому я могу сказать, что, к сожалению, у нас не... У нас решения, они базируются в большей части не на основании норм закона, а на основании политической мотивации, политического заказа. Увы, дело о затыке, медиа, я отношу к категории таковых дел. Поэтому во многом это будет зависеть от компании по лоббированию, от умения вести диалог, договариваться, потому что, к сожалению, увы, мне очень-очень и, наверное, опасно и непрофессионально, представляя юридическую организацию, говорить об этом, но реалии таковы. То же самое дело политическое мотивирование, оно оснований вообще для закрытия азатыка нет, ну и о здравом смысле. Невозможно закрыть азатык. Понимаете, даже в условиях, извините меня, Советского Союза со всеми его... Это ж махина, со всеми возможностями абсолютно закрытая страна была, Советский Союз. Они не смогли радио свободы вырубить. Это эфир. Поэтому зачем принимать решение о закрытии, если азатык как вещал, так и вещает. Ну, здравый смысл, понимаете, надо все равно, ну, как бы, если ты делаешь какие-то вещи, то должен эффект. А если эффект только негатив, мы снижаем рейтинги, мы попадаем в разряд несвободных стран, на, извините меня, не на порядок, не на пять порядок, в десять раз ухудшенных показателей, это ЧП по свободе снова, это должно серьезно заботить власти, потому что это репутационные риски для страны. Вот. поэтому зачем делать вещи, если в результате ты ничего этим не забьешь, а да ты как выходил, так и будет выходить. Зачем радикализировать? Вы закрыть его все равно не сможете. Закрывайте, но это будет просто бумажка, понимаете? Это просто бумажка, потому что закрыть его невозможно ему, это интернет, вы не сможете это регулировать. Вот. Понимаете, поэтому надо просто думать, что вы хотите в результате получить. Вы не сможете Азаттек закрыть, как вещал, так и будет вещать. Зачем заниматься тем, что изначально проигрышно, недостижимо? Поэтому я думаю, что пришло время просто включать здравый смысл, без наклеивания ярлыков, просто думать о том, что хорошо, я не хочу Азаттек, но я все равно уже не смогу его закрыть, он как выходил, так и будет выходить. Я не смогу, например, вот тоже самое закон о легализации дохода физических и юридических лиц. Я попрошу остановиться, потому что это у нас отдельная тема и к ней мы перейдем тоже отдельно. Это тоже бессмысленный закон, потому что мы живем в стране, в которой закон всегда имеет обратную силу. Невозможно забетонировать свою безопасность, через конституцию предшественники бетонировали себя и все равно сидели. Невозможно это сделать, это надо учитывать. Просто ну мозги включите, ребята, и давайте наконец реально начнем работать, реально сотрудничать, реально находить пути выхода. Ситуация очень тяжелая, в том числе и для действующей администрации. Мы готовы помогать. Давайте не радикализироваться, давайте искать консенсус, давайте пытаться действительно объединяться. Реально объединяет всегда работа и умение выслушивать друг друга. Да, правда, Вячеслав Панадинович, компромисс это то, чего мы все хотим и действительно от радикализации любого толка хотелось бы держаться подальше. Ну вот мы переходим к еще одной важной теме, так называемой кустуризации. Знаете, недавно слышал выступление, ну правда в переводе господина Джапарова, речь идет о президенте нашей страны, о Садыре Джапарове, и он рассказывая о ситуации с тенгизмом Бултуруком, с кустуризацией, я вот сейчас вольный перевод на русский язык сделаю, что ну вот, мол, что вы возмущаетесь, он съел, но он же вернул, значит все в порядке. И вы знаете о чем я подумал? Я подумал о том, что это, ну наверное, не самый прекрасный пример для молодежи, которая и так во главу угла ставила, ну скажем так, представителей криминального мира, коррупционеров, там не знаю условных, таможенников, чиновников, которые живут хорошо. В нашей бедной, местами нищей стране эти люди действительно живут хорошо. И вот молодое подрастающее поколение смотрит на них и думает, хочу так же. А теперь у них появился дополнительный стимул для этого. Ведь сам президент страны сказал, ну а что, ну украл, ну посидел, ну вернул, ну и гуляй. Как вы относитесь и к процессу с юридической точки зрения самой кустеризации, и к вот этому понятийному аппарату, что, ну если украл и вернул, то ничего страшного. Вы знаете, я стараюсь избегать вы же хотите именно с точки зрения права, чтобы оценки давались, да, а значит, в праве как бы оценочные суждения, типа, плохо, хорошо, красиво, не очень, да, мы стараемся избегать этого. поэтому я буду говорить на основании закона, что предписано законом. Есть такой принцип законный, законодательный, да, правовой принцип неотвратимости наказания, понимаете, то есть, что любое преступление должно, за любое преступление человек должен быть наказан. в противном случае смысла нет как бы бороться с преступлениями, если от наказания можно в такой легкости уйти. Да, правонарушения, правонарушения даже в международном праве можно штрафы и бегать, собственно, в виде лишения свободы и так далее. Но штрафы это тоже это тоже это тоже наказание, но по отдельным видам. И, например, предположим, ну, например, вот, это же не первая страна, где у нас легализация доходов, да, и там предполагается, что если, предположим, такое правонарушение, как уклонение от невыплата налогов, да, и, как правило, говорят, хорошо, вы можете легализовать доходы, вот, если вы неуплаченные налоги вернете и заплатите штраф. Вот в данном случае неуплата налогов, то есть это, то есть возмещение неуплаченной стоимости налогов, это ты как бы ликвидируешь сам предмет преступления, да, а второе штрафы это уже наказание за то, что ты пошел на это правонарушение. Это вполне возможно, но если это связано, например, с доходом от наркотрафика, от бандитизма, от грабежа, от просто присвоения, там, я не знаю, государственного, чужого вообще имущества, да, и так далее, да, то здесь, извините меня, легитимизироваться нельзя. В случае с четырнадцатым болтруком я не знакома с материалами дела, я не могу сказать, насколько правомерный характер он носит, насколько предъявленное правонарушение, что он действительно там, нанес серьезный ущерб, да, и потом возместил, я не могу сказать, насколько, только, потому что я знаю многих случаев, когда люди на самом деле доказательства их вины не было представлено по законодательству, но для того, чтобы не сидеть, они как бы берут на себя эту вину, погашают и потом выходят, поэтому я не могу сказать, насколько правомерно это уголовное дело, я не будучи знакома, не могу сказать, но если это действительно вина господина Бултрука была наказана, и была совершена крупная кража, оно не подлежит, это не из разряда тех правонарушений, которые наказать просто возмещением невозможно, я еще раз говорю, понимаете, принцип неотвратимости наказания это страшная вещь, потому что я, например, считаю, что если следовать вот такой логике, то надо сначала вот, которые говорят, вот, возместите ущерб и потом выходите спокойно, я против этого, по той простой причине, что для этого тогда весь уголовный кодекс теряет смысл, зачем вообще проводить расследование, зачем на это тратить средства, вообще, если ты можешь спокойно легитимизировать потом доходы от этой преступной деятельности, похороните уголовный кодекс, он теряет свой смысл, я в данном случае просто рассуждаю с точки зрения здравого смысла, зачем нужен тогда уголовный кодекс, он теряет смысл, поэтому я еще раз взываю, даже не будучи юристом, надо все равно руководствоваться, то есть если у тебя нет возможности руководствоваться, как вам сказать, знанием закона, руководствуйся просто здравым смыслом, логику еще никто не отменял, и для неюристов тоже. Я просто хотел, ну, в принципе, вы ответили на вопрос, я думаю, даже учитывая, что мы взяли персональные случаи Тунгиза Бултурука, нашей аудитории понятно, что любые дела, а их было несколько, связанных с так называемой кустуризацией, где люди сначала обвиненные в коррупции оказывались или в хищении там средств каких-то оказывались сначала в местах заключения, затем возмещали какой-то ущерб и оказывались на свободе, таких случаев за последний год было немало, скажем так. Шелпландина, ну и финальный, наверное, вопрос. Вот скажите, вот тот весь гиби пилтеви, как заменяют у нас слово начинающее на п и заканчивающиеся на ц. Я не знаю, что это такое. Ну, хорошо, скажем так, весь тот мрак и ужас, который иногда происходит, безусловно, вот вы сказали о том, что жизнь есть жизнь, бывают светлые моменты, бывают темные моменты, но на ваш взгляд, вот наше общество за последнее время, оно как-то стало осознаннее, потому что вот мы довольно часто говорим о том, что главное, чтобы вот те люди, которые голосуют за депутатов, за президентов, выбирают органы местного самоуправления и так далее, что мы можем повысить их качество только в том случае, когда вот у этих людей, которые выбирают, ну, скажем так, будет больше осознанности. На ваш взгляд, осознанности за последнее время стало больше или все-таки ее стало меньше? Осознанность, она связана с культурой. Если мы можем сказать, что уровень культуры повысился, есть основания утверждать, говорить об росте осознанности. Вот, поэтому я пока не вижу в этом отношении позитивных изменений. Но сам, но в то же время, то есть результат скорее негативный ответ. Но, понимаете, само то, что общество уже ставит вопрос об этом, что оно уже признается определенной части общества, отсутствие этой осознанности, это уже шаг вперед. И вообще абсолютной осознанности по любому вопросу не бывает это абсолютно. Это стремление, это знак стремления, это процесс. Понимаете? Поэтому и процесс, ответственность за который каждый должен нести на свою месте. журналисты, юристы, представители государственных структурств и так далее. Это процесс, в котором мы должны участвовать в равном мире мы все. И я считаю, что сейчас, особенно с учетом того, что глобально творится, понимаете, это не только для Крымстана сейчас уже не демократического пространства, что права человека отходят на второй план, понимаете, это глобальный процесс, понимаете, поэтому это для всего мира и сейчас это огромный вызов и в том числе для нас. Но для нас это будет более явно и более чувствительно, потому что мы от внешних факторов гораздо больше зависим, чем сильные государства. поэтому чем мы будем сплоченными, тем быстрее мы придем к этой осознанности, чем мы будем больше объединяться, тем мы должны понимать, что рисков для таких стран, как мы, гораздо больше, и поэтому мы должны быть гораздо более стремительными в объединении, мы гораздо должны быть более креативными в объединении вокруг идей, в создании этих идей. Но самое главное, мы не должны бояться друг друга, мы не должны оскорблять друг друга, мы должны стремиться к созданию возможностей для совместной работы, а это и есть процесс. По-моему, чудесное завершение нашего диалога. Челпана Индиновна, от всей души хочу вас поблагодарить за этот эфир, за ту работу, которую вы вместе с коллегами делаете, за тот голос здравого смысла, который все еще звучит в нашей стране. Правда, спасибо вам огромное, низкий поклон за это, просто очень много вашей работы остается за кулисами, и не все наши зрители действительно знают какой-то смелый, иногда отчаянный, но героический труд, вот, и, честно говоря, зная, что есть у нас еще такие юристы, как вы, как правовая клиника Аделет, чуточку, но на душе становится спокойнее. Нашим зрителям, напоминаю, что в гостях у нас была юрист, руководительница правовой клиники Аделет, Чулпан Эдиновна Джакупова. Чулпан Эдиновна, еще раз благодарю вас за ваше время, ну, а вам напоминаю, наверное, даже процитирую уже Чулпан Эдиновну, что действительно надо объединяться вокруг идей, вокруг здравого смысла, и, наверное, меньше радикализироваться. Берегите себя, увидимся, всего доброго, до свидания. Спасибо, спасибо, Максим, до свидания. Всего доброго, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok